22 июня 1941 года, 3 часа 13 минут, первый бомб был пален на Севастополь. На улице Подборная в своих домах спали мирные жители. Погибли 21 человек. Это были первые звезды войны. Фашистская Германия вероумно напала на Советский Союз. Началась самая кровопролитная, ожесточенная война в истории нашей страны. Против Советского Союза вместе с гитлеровской Германией выступили Румыния, Италия, Финляндия, Словакия, Венгрия. В августе 1941 года к ним присоединилась Норвегия. Советский Союз ответил врагу единым сопротивлением, стоял насмерть, защищая наше Отечество. Митинг, посвященный дню начала Великой Отечественной войны, считаю открытым. Великой Отечественной войны 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 Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны 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 из каждой семьи, каждого человека. Сегодня мы из благодарности вспоминаем тот самодвижный подвиг нашего народа на полях сражений, в глубоком пилу, в артезанском движении. Нацист был побежден, был побежден в Берлине. Сегодня мы поколение победителей, и с гордостью несем это звание, звание победителей. К сожалению, сейчас нацизм пророс опять на русских землях, на территории русских. Наш народ продолжает борьбу с нацизмом в рамках специальной военной операцией. И поколение победителей продолжает борьбу победителей, которые выполняли свой долг 83 года назад. Я уверен, что единение силовых структур, органов государственной власти и народа приведет нас к победе, к победе русского оружия. На митинге присутствует глава внутригородского муниципального образования Нахимовского района, Михаил Вячеславович Лазарев, заместитель главы Сергей Александрович Михальчук, депутат Нахимовского совета, Томар Алексей Андреевич. Предоставляю слово главе Нахимовского района Михаилу Вячеславовичу. Любые ветераны, товарищи военнослужащие, уважаемые жители Нахимовского района Михаилу Вячеславовича. Сегодня памятная дата, один, который мы оскорбим, оскорбим наших жителей, которые полюбили, отдали за победу, за любви. Время, которое мы оскорбим, оскорбим. 27 миллионов – это огромное, огромное количество людей, демографическое, от которых мы сегодня еще даже не создаем на столько населенно. И то, что происходит сегодня на территории Украины, это еще один большой урон. Но мы сильный народ, мы обязательно победим, потому что мы придерживаемся правды, исторической правды. Кто бы не пытался ее переписать. Будем сильными. И в нашей силе, это и память о наших подвигах, наших героев, это и дань уважения ветеранам, героям, которые защищали нашу страну в 1941-1945-е. Победа будет за нами, друзья. Слово предоставляется генералу литературной авиации, командующему авиацией Московского округа ПРО Ефремову Виталию Петровичу. Уважаемый паркрофон, уважаемые дамы, дорогие боевые друзья. На следующий год исполнится 10 лет, как я впервые прибыл в Бельбекский авиационный гарнизон, и с тех пор я вместе с вами. И 8 мая, отмечая 80-летие освобождения Севастополя, мы там тесно в контакте общались, говорили все, что у нас на душе. А у нас есть что сказать. Как мы говорили в этот день памяти и скорби, на первом месте стоит, конечно, память. Мы помним, помним. Я с детских лет, находясь под оккупацией в Донбассе родился, и я вам рассказывал, 2 мая 42-го года в подвале, меня мать родила 6-го. А за 2 недели до этого отец погиб 21 сентября 41-го года, провоевав пару месяцев в городе Запорожье, и я не могу ни туда, ни туда пока прибыть. Надеюсь, что я в скором времени посещу эти места и к отцу сижу в Запорожье, где он лежит в братской могиле. Такова наша память. И мы говорили, а вы заметили, что на телевидении сейчас, да, поднимаются секретные данные. О чем? О тех зверствах, которые творил фашизм на нашей родной земле, в нашей родной стране, в Советском Союзе. Вы представляете, это для того, чтобы не портить отношения, которые мы наладили с этими странами, которые освободили. И в конечном итоге, видите, сейчас секретные документы все больше и больше поднимают. Миллионы погибших. Да разве можно это забыть? Конечно, никогда и ни за что не забудем. А тем более освежаем сейчас память. И говорим остальным, посмотрите, вы забыли то, что было? Там, в Германии, сейчас правит. Кто? Родственник эсэсовца. Вот такие сейчас должности занимают. Те, которым передавали по наследству. Они забыли. Ну, мы напомнили. И дай Бог, чтобы эта память уже потом, никогда не стиралась и в нашей памяти, и в памяти этих всех заокеанских подонков, которые уничтожают сейчас наших ребят. Знаем, помним. И это спорт у нас на века. Это тот бессмертный полк, который был организован в недавнем прошлом. Он живет, развивается, набирает силу. И при том, по всему миру, вы видите по телевидению, да, и в США, в тех же, тот же бессмертный полк работает, и память еще жива. Поэтому, дорогие друзья, давайте скажем в этот день, день памяти и скорби, что мы эту память, вот плохо, что молодежи здесь, нашего подрастающего поколения, за некоторым исключением, дорогая наша молодежь, давайте в этом духе воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы защищать нашу Россию великую, ну и те, которые сейчас в эти границы войдут, будем защищать и стойко стоять именно в будущем, в деле мира и процветания. Помним. Дети войны. В моей почте выпала самая страшная золь. Они рано повзрослели. Они наряду с оброслыми встали на защиту своей Родины. О пионерах-героях мы знаем с раннего детства. Стараются быть на них похожими. В Севастополе 250 дней и ночей обороны переживали вместе со взрослыми и наши дети. Моя свекровь Сорокина Ирина Ивановна, юная защитница Севастополя, в 11 лет, после того, когда разбомбили дом, ушла вместе с сестрами жить в пещеры. Но они не просто переживали оборону. Они вели подпольную деятельность и истребляли фашистов, насколько это было возможно, 11-летним детям. Сегодня на митинге присутствует легендарная девочка. Девочка, которая в 11 лет в своих косичках, плетенных ленточках носила донесения в партизанский отряд. Ее позывной «Ласточка» знали многие. Сегодня на нашем митинге присутствует Лидия Ивановна Махор. Поприветствую ее, дорогие друзья. Я передаю слово главе Нахимовского муниципального образования, его заместителю Сергею Александровичу Микольчук и Михаилу Вячеславовичу Лазареву. Лидия Ивановна Махор. Вы смогли показать всем пример чести, щедрости, истинности, целеустремленности и выдержки. За все эти годы взлетов, истемлений, заслуг и побед, упорства и труда мы хотим пожелать вам жить спокойно и достойно. Чувствовать себя прекрасно и каждый день встречать с улыбкой, благодарностью, истинностью, надеждой и отрадой. Здоровья вам, мира, благополучия и внимания близких людей. Желаем теплых и радостных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, большого уважения и благополучия, доброты души и счастья, верного здоровья и отличного самочувствия. Аплодисменты Лидии Ивановне, дорогие друзья. Друзья, внучка Лидии Ивановны Александра Старостина читает стихотворение «Две сестры». «Две сестры бежали от войны, с Петей восемь, с Катей тридцей восемь, вот еще чуть-чуть и спасены, за холмом свои, а значит воля». «Две сестры бежали от войны, с Катей тридцей восемь, с Катей тридцей восемь, с Катей тридцей восемь. Младший под лопатой, словно скрыть хотел преступник след, миллиграмм горячего металла. Вальп не в цел, и крови тоже нет, только сердце биться перестало. Старшая сказала, хватит, Катя, ведь ему не приходится не сладко. Кручку дай, пора уже вставать, час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катей, взгляд пустой, света на мгновение застыла, и котовку, выбросив с едой, на ключа свою сестру, взвалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала, лишь когда увидела свои, ошатнулась и на снегу падала. Подошла к детишкам и сестра, маленькую Катю осмотрела и сказала, вроде, нет, не надо. Света сразу в голос зарядила, нет, не надо, разносился крик. Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб, маму с папой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? «Разбожи, сестре моей, игрушка!» И сестра за плечи убрала, споря восьмилетней старушке. Ну а Катя на руки поднял, пожилой солдат из третьей ротки. «Ноченько», — он только лишь сказал, — «как же мы тебя не уберем?» В небесах закатываешь, как просты, и ветра свои роняются дошли. Словно тихо плачет без сестру, искать убежала смысл. По всей стране в День памяти и скорби проводится минута молчания. С 2020 года в городе Севастополе проходит общенациональная акция «Свеча памяти». На площади Нахимова у мемориала погибшим защитникам Севастополя 1941-1942 годов всегда проходит акция «Свечи опускают белые кораблики и пускают в море». В памяти о моряках-черномодцах и всех, кто защищал город и пал смертью храбрых. В памяти погибших я предоставляю слово представителю благочения города Севастополя, настоятелю храма святого Илье и Ирею Сергею. Здравствуйте, уважаемые граждане, жители, гости, граждане, уважаемые военнослужащие. В этот день памяти как день начала Отечественной, Великой Отечественной войны Хочется вспомнить, и напомнить мне, как священник, как настоятель, хочется напомнить, что верующий человек знает, у него есть мировоззрение, как устроен наш мир. Дети, они еще не знают, они чистые и доверчивые, они уверены в бессмертии, и для них разочарование является нашей реальностью, что мы болеем и уходим, покидая этот мир. Но Господь так устроил, что мы временные гости в этом мире. Дети в своей чистоте понимают и осознают, что мы бессмертные, а вот взрослые иногда забывают, что мы временные на земле, и мы тем не менее бессмертные во вселенной Господа. В этот день хочется сказать, что мы вовлечены сейчас в войну. Мы вовлечены. Вся история человечества – это история войны. Она описана в священном предании, которое состоится в священном писании в Библии. Война началась на небе. Ангелы, мятежные восстали, и были в небе, и здесь они строили свои позиции. И поэтому этот эпизод, который мы сегодня вспоминаем в истории человечества Великой Отечественной войны, является одним из немногих. И вспоминаем его сейчас накануне Третьей мировой войны. Именно за это сейчас сражаются наши бойцы на территории нашей Мовороссии и так называемой Украины. Именно за то, чтобы не было Третьей мировой войны, чтобы на территории этой нашей краски в стране переломать репет в мировом низу. И, возможно, Господь это перестроит. Мы символимся о том, чтобы она, естественно, и закончилась. Но всякая, может быть, и пути Господня неисповедения. Мы должны знать, что наша война – это с метафизическим злом, с мировым метафизическим злом, которое постоянно хочет враждеть и гибель людям. Это не нужно думать, что эти жадные люди там завидуют или позарились на нашу территорию, или позарились на наше природное богатство. Нет, они позарились на наши души. На наши души дьявол позарился из зависти, хочет утащить нас с собой в бездну, там, где дна нет и покрышки. Куда у нас хочет утащить? Где нет света, где нет добра, где нет любви? Куда у нас хочет утащить? И наша война идет в наших душах. И за каждого ходится Господь Спаситель и дьявол. Поэтому надо не забывать, что если мы хотим видеть победу над злом здесь, в физическом, в материальном мире, надо победить злом на купольном мире. На купольном мире, на купольном мире, на купольном мире. Их надо объехать. Их надо объехать. Мы попадем в Царствие Небесное в случае большой драки, а они сдохнут. Как взлетая собака под забором. Вот так вот. Нужно мыслить, осмыслить и понять. Это нервоззрение. Это нервоззрение в свою позицию верующих человек. Потому что и веры сейчас не видим, не помогут. И веры не помогут ни ракеты, ни самолеты. И веры ничего не помогут. Потому что ракеты самолеты у нашего противника больше, чем предусматривают. Он строй, коварный и жестокий. Только видим нашу решимость. Он может оступить опять же за временем. Пока следующее поколение опять не дадут им надежды на то, что мы совратились, оставили Бога и нас можно покорить. На что он рассчитывает? Он рассчитывает на то, что нас можно покорить. Что люди привестились злом и стали уже в сердце рабами дьявола. Вот о чем надо задуматься. Очистить, выбросить всю грязь из души. И жить оставшееся нам Господом во время богоугодно. Спасибо Господи. Сейчас я предлагаю вспомнить наших служить маленькую литерю. За упокой душ усопших дровов Божьих. Отдавших, не пожалевших жизнь свою. За перспективу жизни и развития. За правду Божию. Да, многие из них были коммунистами. Но я знаю, что при их бумаге, везде находят крестинки и на офицера. Хотя и была такая агитация поснимать крестинки. Но война расставляет все на свои места. И вера возвращается во время опасности, в расслабленных людей. Давайте вспомним об этом. Вспомним о наших больших бойцах, показавших нам пример покаяния. И исполнение Божьих заповедей. За другие и своя положить будет. Благословен Бог наш всегда. Аминь. И пресняла в реке Бог. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Святый Боже, святый греческий, святый бессмертный. Помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мерстающим звездам ведя корабли о погибших, помните. Мечту пронесите через года и снова запомните. Но отец, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Плечо памяти прошу зажечь и установить у памяти. Плечо памяти, помилуй, Господи, помилуй. 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 Плечо памяти, помилуй. Плечо памяти, помилуй. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами.